Друзья, всем привет! Я здесь недавно влюбилась в шикарное украшение для дома в стиле боху. И хочу вам предложить сделать его своими руками, так как такие вещи стоят очень дорого, но смотрятся очень эффектно. Ну и как всегда, сделать это из самых подручных материалов. Вот я взяла две миски, такие страшненькие, прошу прощения, но вот они мне по диаметру подходят. Для начала нам нужно сделать круглую основу. Я буду делать ее из проволоки. Возможно, у вас есть уже какие-то круглые такие детали, бывают они продаются готовые. Или можно взять старые пяльца, которые вам не нужны, но у меня ничего этого нету, поэтому я сделаю из проволоки. Если проволоки у вас нет, то дальше покажу еще способ, как можно и без проволоки обойтись. Значит, мне нужно просто сделать металлический круг. Проволока у меня достаточно мягкая, поэтому я ее формую вот так вот в форме круга, выравниваю на миске. И потом еще один слой вот так вот наматываю, чтобы она достаточно хорошо держала форму. Если проволока у вас плотная, то вам будет проще, не нужно будет два слоя ее наматывать. Вот я сделала вот такой вот кружочек металлический. И теперь закрываю его слоем, даже двумя слоями скотча. Можно бумажный, можно даже обычный такой вот прозрачный скотч, тут не имеет значения. Сделайте два слоя, чтобы был более плотный круг. Если у вас нет проволоки и нет основы, вот еще можно как способ, как вариант на картоне просто обвести круг, вырезать его в таком диаметре небольшом. И тоже обмотать несколькими слоями скотча, опять же, бумажный или прозрачный, какой у вас есть, чтобы он хорошо и плотно держал форму. Вот таким образом. Затем нашу основу нам нужно обмотать пряжей. У меня вот есть кусочек джута, есть вот такая вот беленькая, тонкая. Удобнее всего это делать или намотав вот так вот пряжу, например, на крючок. И вокруг вот так обматывая, чтобы не запутывалась пряжа. Можно маленький клубочек. Вот таким вот образом краешек подогнули и вокруг него обматываете плотно располагание друг к другу. Еще удобнее просто отрезать кусочки небольшой длины, ну такой средней. И вот так вот вытягивать эту нитку через круг. Так еще быстрее. Единственный недостаток этого способа, нитка быстрее заканчивается и ее нужно соединять. Ну, соединять тоже несложно. В принципе, мне вот этот способ больше всего нравится кусочками. Когда он у вас заканчивается, вы просто край подгибаете. Вот так его можно подклеить. Я на двусторонний скотч. Потом в том же направлении следующий кусочек нитки подклеили. И вокруг хорошенько обматываете. Можно любым клеем. Главное прихватить просто, чтобы оно держалось. Когда у вас получается, что остался еще джут, а вы уже все обмотали, можно еще дополнительно сделать ему такую структуру, фактуру интересную. Обмотать не сильно плотно, просто вот так вот в хаотичном порядке сверху уже на плотную обмотку. Если, например, пряжа тоненькая, то вот таким вот способом тоже удобно делать кружочек. Эти основы могут быть разного диаметра, разные по цвету. Тут уже ваше предпочтение, ваша фантазия. У меня просто оставалось немножко джута и немножко белой пряжи. Теперь в эти основания мы будем добавлять серединку. Если у вас есть вязаные салфеточки вот такие вот, или кусочек тюля, который можно вырезать, или кружево, то можно использовать его. Если нет, то такие вот серединки можно очень быстро связать. Несколько мастер-классов я размещу по ссылке внизу в описании видео. Вот эти вот серединки нам нужно разместить внутри круга. Можно украсить бусинами вот таким вот способом. Сейчас покажу вам два варианта, как эти серединки размещать внутри круга. Первый способ это привязывать их кусочками пряжи. Размещаете эти кусочки напротив друг друга. Фиксируйте узелками. Вот таким образом. И потом уже привязываете к кругу основе, подтягивая так, чтобы вот эта вязаная серединка располагалась посередине. Подтянули, посмотрели. Если все получается хорошо, то зафиксировали еще одним узелочком. Можно их и четырьмя вот такими веревочками привязать. В принципе, этого тоже будет достаточно. Подтянули, посмотрели. Все посередине можно зафиксировать еще одними узелками. Вот таким образом. Можно добавить еще. Я, пожалуй, добавлю еще таких веревочек. Тоже находите серединку. И привязывайте. Теперь мне хочется добавить еще бусинки вот сюда на внешнюю сторону. Пряжа у меня толстая, джутовая. А бусинки с маленьким отверстием. Поэтому я эту пряжу просто разделяю на несколько волокон. И вот на одно из волокон нанизываю бусины. Если у вас тонкая пряжа или бусинки с большим отверстием, то вообще никаких проблем. Просто нанизывайте и все. Вот я нанизала все бусинки. Теперь просто переворачиваю. И вот эти края пряжи, оставшиеся, я подклею горячим клеем. Вот таким образом. Остатки можно срезать ножницами. Можно суперклей использовать. Ну, такой, который быстро схватится и будет хорошо держать. Подклеиваем края и срезаем лишнее. Бусины можно размещать по-разному. Можно даже просто приклеивать их вот таким образом. Или даже стразы взять и приклеить. Украшайте. Здесь можно как угодно сделать. На вот такой вот белой основе и салфеточке я покажу второй способ, как можно эту серединку привязать к кругу. Для этого вы берете более длинный кусочек пряжи. Привязываете край к кругу основе. Вот таким образом. Здесь я уже буду бусины добавлять внутрь. Просто пронизываете эту пряжу через край вашей салфеточки. Потом опять заправляете ее вокруг круга. Добавляете бусины, если хотите. Протягиваете через край салфеточки. Опять перебрасываете через круг. Добавляете бусину. Опять заправляете через край. И через круг. Еще одна бусина. И опять заправляете через край салфеточки. Вот таким вот образом. Тоже достаточно быстро и просто. Можно разместить вот эту вязаную серединку внутри круга. И при желании добавить бусины для украшения. Когда вы уже заканчиваете, можете перед тем, как еще привязывать последнюю ниточку, подтянуть вот так вот за нитки и разместить салфеточку так, как вам нужно. Очень легко это все регулируется. Вот так вот подтягивается и размещается. Когда закончили, все вам уже нравится. Просто парой узелков фиксируете оставшуюся нитку. Прелесть этого декора в том, что он оставляет массу пространства для творчества. Вы можете сделать таких кругов очень много. Можете сделать один очень большой. Разного диаметра, разная серединка, разный цвет или сочетание необычных цветов. Можно украсить различными бусинами. Я вот остановилась на таком варианте. Теперь я эти круги склеиваю клеем горячим и завязываю веревочками между собой. Еще мне хочется добавить декор вниз такой вот свисающий. Поэтому я беру ниточку где-то около 20 сантиметров, складываю ее пополам, протягиваю бусину и фиксирую ее с двух сторон узелками простыми. Сверху и снизу, чтобы она была зафиксирована на одном месте. Вот таким образом. И буду делать что-то похожее на перышки. Для этого беру картонку 10 сантиметров и наматываю в таком хаотичном порядке, не знаю, немножко пряжи. Приблизительное количество. Вот так вот разрезаем ее с одного края и делим на пучки понемногу. Не так приблизительно, тут не важно особо. Вот так скрутили в жгутик, сложили пополам. Положили под низ и вправляем края в петельку. С одной стороны сделали, со второй тоже сложили пополам. Сформировали петельку, положили под низ и заправили края в петельку. Делаем поочередно с одной стороны так. Под низ, края в петельку, затянули. И с другой стороны вот так же сложили края в петельку и подтянули. Ну вот по два недостаточно, хочется еще добавить. Добавляю еще так приблизительно на глаз. Вот у меня четыре полчаса. Четыре с одной стороны таких пучка и четыре с другой. Обрезаем лишнее и как бы формируем перышко. Если вы хотите, чтобы оно держало форму, его можно сбрызнуть лаком для волос и зафиксировать. Или специальным спреем для макраме. Или спреем с крахмалом, чтобы он держало форму. Еще вот один такой декор. Мне хочется добавить нитку с бусинами. Бусин у меня немного, поэтому я их буду чередовать через небольшие расстояния. Для этого я делаю один узелочек, придерживая его, и делаю второй следующий. Если вы сделаете только один, он распустится. Поэтому нужно делать два. Нанизывая бусину, и узелок, получается, держит эту бусину. Опять один узелок скрутили, и второй. Вот так, как вы обычно фиксируете узелок для того, чтобы шить на краю нитки, точно так же вы делаете посредине. И эти узелки хорошо держат нитку. Вот что получается в итоге. Такой декор легко повесить на пару гвоздиков. Вниз я привязала наши импровизированные перышки и нити с бусинами. Еще будет очень красиво смотреться лента из кружева тоненькая. Если вы найдете, обычно в швейном магазине она продается. Я, как всегда, работаю ночью, поэтому ленты мне сейчас не достать. Можно вот так вот над диваном повесить, например. Классно такие вещи смотрятся на контрасте, когда темная стена и, например, белая пряжа использована или какого-то яркого цвета. Тогда вообще супер смотрится. Очень интересно. Еще можно его повесить, например, на дверь. Тоже интересный эффект получается. Продолжение следует... Продолжение следует...